Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем с вами очередной кабинет, посвященный косметической линии Вивадерм, которая назначена для ухода за кожей у лиц, страдающих кожно-аллергическими заболеваниями, экземами, нейрогернитами, псориазом, для улучшения состояния кожных покров у этих больных, но и одновременно для людей с сухой и очень чувствительной кожей. Надо сказать, что эта линия необычная и основана она на новых инновационных технологиях, связана прежде всего с тем, что технология производства этой косметической линии использованы специальные лимонарные структуры, улучшающие качество крема и одновременно улучшающий уход за кожей и больные с кожно-аллергическими заболеваниями. Эта линия состоит из трех основных продуктов. Крема для яйца с мочевиной, молочка для тела с мочевиной и пенка для души и для волос, и для тела одновременно, особенно для ухода людей с чувствительной и аллергичной кожи. Перед тем, как говорить об этих продуктах, мы немножко остановимся на строении кожи по поводу. Ну, на данном слайде представлена схема строения кожи. Здесь мы с вами видим эпидермальный слой кожи, верхний самый слой кожи, который чаще всего страдает у людей, страдающих кожно-аллергическими заболеваниями. У людей с сухой кожей, верхний слой кожи, эпидермис, содержит низкое количество влаги, поэтому эта кожа шепушится, подвергается извязнениям, трещинам, в ходе поведениях в историческом объекте с договорительными процессами. Поэтому эта кожа требует особой защиты, и для этого применяется специальный средство, о нем о нем будем говорить еще сегодня, которое повышает барьерные функции кожи. Надо сказать, что глубокие слои кожи находятся в жировре, железе, которое выходит на поверхность кожи в области кожной поры вместе с полосом. Они вырабатывают маску и тем самым способствуют уменьшению сухости кожи, плаков и повышают барьерные функции кожи. Одновременно означает трансдермальную потерю жидкости. Поэтому у людей, страдающих сухостью кожи, плаков, функция стальных желез, значит, не снижена, а не меньше вырабатывает кожу. Сало, фиеллиума, поэтому барьерные функции кожи у таких людей, безусловно, снижены. С возрастом и количеством влаги, и количеством сейдеров из кожного сала уменьшаются у людей, и кожа становится сухой. При этом снижаются барьерные функции кожи, и повышается риск развития различных кожных заболеваний. что требует, безусловно, дополнительного ухода за кожаную патруль, и особенно за лиц вашего возраста. Надо сказать, что верхний слой кожи покрыт специальной водно-жировой эмульсией, как специалисты называют гидроэпидематию кожи. Это смесь кожного сала с водой, который покрывает верхность своей кожи и является защитным фактором кожи покров. Эта гидроэпидематия довольно сложно устроена. Она содержит холестериноподобные вещества, в частности, которые повышают барьерные функции кожи, замедляют трансдермальную воду и жидкости, и уменьшают негативное воздействие негативных внешних факторов окружающей среды, таких как солнце, иссушающий воздух или повышенный влага. Надо сказать, что с водостом количество элементов гидроэпидематии изменяется. Она остачается, понижается барьерная функция кожи, что в общем-то требует дополнительного труда за кожей лица и тела. В косметологии и производстве косметических средств используются два процесса, которые обеспечивают производство различных эмульсий. Эмульсий, связанных с значительным превышением количества воды, это эмульсии на водной основе, и эмульсии на жировой основе. Надо сказать, что и те эмульсии, и другие эмульсии имеют и как положительные, и так и отрицательные стороны. Надо сказать, что эмульсия на водной основе довольно легкая, на самом деле легко воспринимается кожей по крови, но плохо проникает через кожу. Поэтому она не может донести биоактивные компоненты косметического средства в глубокие слои кожи. Довольно быстро она испаряется, в поверхности кожи оказывает катко-срочный увлажняющий эффект, он продолжительный. Ну и такие эмульсии требуют в технологии производства дополнительного включения консервирующих веществ и дополнительного внесения эмульгата. Эмульсии на липидной, лежавой основе, они, как правило, довольно густые, тяжелые по консистенции, обладают комедогенным, то есть уколе очень висит на кожу на кровь. Они медно испаряются, обеспечивают длительное увлажнение ракового слоя, и средние уровни стержания консервантов и эмулькаторов у них значительно ниже, чем в водных эмульсиях. Недостатком эмульсии на липидной основе является то, что эти крема обладают комедогенным действием. Компания «Левосан» предлагает косметические средства на основе ламенаторных структур липидов по свойству и составу лентичных липидов человеческой кожи. Надо сказать, что это легкие, так называемые, липидные структуры, которые прекрасно совмещаются при нанесении на кожу. Они значительно эффективнее и обладают смазывающими свойствами, то есть адгезивные свойства у ламинарной системы очень высокие, и поэтому проникающая способность биоактивных косметических компонентов, входящих в продукт, значительно повышается. Немножко поговорим о свойствах ламинарных эмульсий. Надо сказать, что эти косметические эмульсии, в которых каждую молекулатинные вещества окружают липиды, образуют толчайшие липиды в ленку с точечными порами. Надо сказать безусловно, что нанесение такого космического средства людям доставляет эстетическое удовольствие. ламинарных эмульсий. Одна часть этой системы эмульсионной представлена терглицилидами из сквола. Терглицилиды получаются, как правило, из кокорсового масла. Они чаще используют поклевая поверхность кожи и выполняют функцию естественной защиты. т.е. они повышают барьерные функции кожных покровов. Находящиеся на неактивные вещества и компоненты не испаряются, равномерно распределяются по всей поверхности кожи, быстро распространяются в глубокие слои рогового слоя кожных покровов, дольше сохраняются на коже и более эффективные смягчающие действия у этих средств. Надо сказать, что при этом кожные поры не забиваются, т.е. комедогенных действий не оказывается. Вторая часть липидов – это холестерин и синглипид лицитин. Они проникают глубоко в роговый спор, встраиваются в эпидермальные щели и повышают проницаемость кожи для активных компаний. Благодаря этому активные молекулы в мину роговый спор проникают глубокие слои эпидермиса и оказывают свое эффективное воздействие. Третья часть липидов – это керамиды. Вам они, наверное, хорошо известны. Третья часть липидов – это вид липидов, которые дополнительные склеточные вещества. Они оказывают цементирующие действия на кожные покровы. Они увеличивают сцепку клеток между собой, которые делают верхнюю слою кожу эластичными и при этом довольно прочными. Они восстанавливают барьерные функции кожи, предупреждают потери жидкости и снимают раздражение кожи. Таким образом, состоящая из трех частей эластичной системы, эмульсионная, ее основная задача – это получение барьерных функций кож, восполнение нехватки эпидермальных, то есть кожных липидов, особенно у детей возрастей и лиц, страдающих козноатергическими заболеваниями. Ну и третье – они обеспечат доставку активных компонентов в глубокие слои кожи. Их равномерное бескрепенное возбуждение погреженной целостности кожи эпидермиса создаёт депоактивных компонентов кожи и тем самым пролонгирует эффект воздействия косметического средства. Достоица глаголарной системы, эмульсии, относится то, что они не сочетаются химическими примечаниями. Они с пониженной аллергическими свойствами, хорошо воспринимаются кожным покровом, не даже у детей страдающих козно-аллергическими заболеваниями. Они являются источником питательных веществ, укрепляют и цементируют продовольствие кожи, регулируют потери жидкости, т.е. уменьшают трансдерманную потери жидкости, уменьшают троихность кожных покров, осуществляют контроль с дыханием, обменом кожи между внутренней средой и окружающей системой, осуществляют контроль с дыхательной системой кожи. Ну и не нарушают выделительную функцию кожи, что очень важно, так как многие другие крема, не зарассматриванные в любви эмульсии, они могут затруднять маты с обменом между кожей и окружающей средой. Опции производства космических систем, использованные в манерных систем производстве, связаны с образованием так называемых дермомембранных структур косметического средства. Эти дермомембранные системы или ДМС-системы, так называемые, они содержат гидрогенизированный, то есть присоединенный водород, водород фосфатилдихолин в сои, содержат глицериды со средней цепью и совместимые с кожным салом. Это включает в себя растительные масла, в данном случае он и более качественный жир или масло, растительное это масло ши и сквола, жир, подобный липидам в кожу человека. Вот такая система, дермомембранная система, она устойчива к действию воды и пота, и поэтому подходит для защиты кожи, в том числе от солнца, она без добавления силиконов, минеральных мыслей, что значит облегчает структуру крема, препятствует более активному обмену между кожей и окружающей средой, ну и не обладает комедогеном, то есть закупоривающим кожным кожным действием. Особенностью ДМС системы состоит в том, что она более совместима со структурами кожи, чем обычные эмульсии на водной и на жировой основе, они не нарушают целостность липидных без слоев кожи и не вымываются во время ее очищения. ДМС системы позволяет свести к минимуму дополнительные компоненты крема, не перегружая кожу, ассервантами, эмулькаторами, жировыми распорителями. Мембранные структуры при этом присоединяются к липидам гидрофильным агентам рогового слоя, что обеспечит значительно быстрое смягчение и увлажнение кожи по опору. Отдельно стоит поговорить о фосфатилхолине, так называемом. Не нужно применять большое количество концентрации, так как косметические рецептуры с ним стабильны даже в малых количествах. При вместении в роговой слой этот компонент натапливается в нём, оказывая значительно продолжительное защитное действие. Ну и применяется он для стимуляции процессов регенерации кожи, омоложения кожи, профилактики угревой сыпи и способствует покровению кожу активных агентов витаминов и производных, особенно витамина А и витамина Е. Назначение грибранной системы после применения косметических средств с комплексом ДМС, воспалённая, аллергичная, сверхчувствительная кожа, не принимающая до этого косметические средства на всё отличающие извращённые реакции, раздражением, шелушением, зудом, покраснением, отёжностью довольно быстро успокаивается, переставит беспокоиться, а затем к ним возвращается уже способность воспринимать косметические средства в полном объёме для ухода за кожей тела и лица. Средства для очищения, крема, декоративную косметику и так далее. Сегодня, используя ДМС системы, мы имеем возможность восстанавливать структуру кожи, обеспечивать опоре полноценное строение кожи, обеспечивать достаточный уровень коллагеноластинового каркаса кожи и подделывать естественные барьерные функции кожи, способствовать более эффективному увлажнению и смягчению кожных покров. Одним отличительным свойством косметической линии, основанной на применении лабиларной системы, стоит то, что в состав её включается карбонидр, мочевина, который значительно повышает эффективность этой системы, особенно обеспечивающий значительно эффективное увлажнение кожных покровов. Мы сами говорили о том, что у людей, страдающих кожноэрологическими заболеваниями и у людей возрастных категорий содержание жидкостей в эпидермальном слое кожи значительно снижается. Поэтому очень важно для и подвержения барьерных функций кожи и для улучшения процесса регенерации, чтобы кожа была хорошо увлажнена. Надо сказать, что все вы знаете, что в процессе жизнедеятельности кожа испаряет своей поверхностью большое количество плотов. А мочевина остаётся на поверхности кожи, абсорбирует влагу из воздуха и сохраняется в роговом слое. Если кожа не хватает собственной мочевины, она начинает раздражаться, шелушить, трескаться. В таких случаях используют косметические средства на основе мочевины. Низкий молекулярный вес мочевины позволяет легко подникать в роговой слое и даже в более глубокий слое эпидермиса. При этом она не только удерживает влагу, но и служит проводником других активных веществ, включаемых в косметические средства. Наряду с этим клетки эпидермиса вырабатывает и микроскопические вещества полисахаризмы. Мочевина помогает клеткам эпидермиса абсорбировать ледяные пары из воздуха и проникать в кератин. В результате чего кожа проникает розоватый оттенок, здоровый внешний вид. Вот почему мочевин синтезировали в 1822 году, с тех пор она добросовестно работает, как и с патологией, и на медицине. У мочевина отсутствуют неприятные побочные эффекты, ничего не известно об аллергических реакциях на мочевину, поэтому настоящий вид, увлажняющая косметика. Обязательно продолжат содержать такой очень важный для нас компонент. Исследования, связанные с мочевиной, говорят о том, что, допустим, в Париже фармакологу выбрали абсорбирующую способность активных веществ в поездках на активном автомобиле. И выяснилось, что спустя 2-4 часа после такого поездки мочевина сохраняет свои абсорбирующие свойства эффективно. В университете Сент-Луи, США, исследовали влияние мочевины и предотвращение и замедление инфицированности кожи. Оказалось, что мочевина задерживает от состояния грибка и служит хорошим антисептиком, что является дополнительным фактором, улучшающим качество косметического средства. В университете Сент-Луи, США, проводились исследования о тащитной безопасности мочевины на кожу. И было доказано, что прием мочевины на кожу при дыхании и глотании нет никаких ядовитых проявлений и редких воздействий. В южный адрес исследовали способность мочевины проникать в кожу. В результате исследования выяснилось, что она хорошо и эффективно проникает в эпидермис. Также эти коллагеновые волокна дермы, что ускоряет фибропластические процессы, повышает эластичность кожных покровов. В университете в Тонсерване и Каладельфии профессор Клигман доказал гигроскопичность мочевины и возможности увлажнение ее кожи за счет подглащения влаги из воздуха. По способности не увлекаться при нарушенном применении в обмен веществ и токсичных ей нет равных. Поэтому мочевины в настоящее время являются очень популярным косметическим компонентом современных косметических средств. Итак, мы с вами будем говорить сейчас о креме для лица и тела с карбонидом для сухой чувствительной кожи. Крем этот создан на основе ДМС системы. Поэтому все, что мы говорили до этого, будет относиться к этому косметическому средству. Как и все косметические средства, крем Ливадер безусловно должен отвечать определенные требования. И прежде всего он должен обеспечить питание, увлажнение и защиту кожных покров. Средства предназначены для ежедневного ухода за сухой или суперсухой кожей. Он содержит в себе такие компоненты, как глицерин, бочевину, триглицериды кокосового масла, тщательные компоненты, членный воск, гидрогенизированные копы глицерили, фосфетилхолин, так называемый, о котором мы с вами говорили, гидрогенизированное масло и масло ши, аминоксалатуаргинин и жир сквола, керамиды три и другие важные компоненты. Надо сказать, что в состав этого крема не входят консерванты на основе параллера. Крем довольно эффективно устраняет сухости кожных покровов, не только эффективно, но и быстро устраняет это делает. Устраняет раздражение кожи, оказывает противовоспалительные действия, восполняет дефекты кожи, потопки быстрого заживления, оказывает противоазергические действия, защищает кожу от раздражающих действий воды, особенно у аллергиков, восстанавливает естественный гидропаланс кожи, оказывает защитное действие при раздражающих заболеваниях кожи и не оставляет на коже ощущение жирности. Он быстро впитывается и кожа имеет такой матово-розовый цвет здоровый. Кожа, говоря о бочерее, что это увлажняющий эффективный компонент кожи и космического средства, имеет низкий молекулярный вес, очень легко проникает в роговой слой, в глубокие слои эпидермиса, на этом моменте пишет эффективное увлажнение кожных покровов, служит проводником для других биоактивных веществ, входящих в космическое средство, ну и помогает в клетках эпидермиса обсорбировать водяные пары из окружающей кожи и проникать в кератин, из-за чего кожа приобретает розоватым оттеном. Поэтому, при использовании этого крема, при течении 3-4 дней кожа начинает приобретать здоровый внешний крем. Гидрогенизированы только глицеиды, получается с кокосовым маслом путем гидрогенизации, в состав этого средства входят лулинные, меритиновые, каплинные, каплинные, особенно важные, полиметиновые, алиновые, алиновые и другие ценные жирные кислоты. Они входят в состав гидролюбидной мантик кожи, и это повышает значительно барьерные функции кожи. Образуется на коже поверхностная защитная пленка, оближающая так называемая, оказывает замечающее действие, уменьшает трансдермальные падения в жидкости, ну и очень высока устойчивость этой системы к окислению. Поэтому коком глицериды гидрогенизированные, они довольно легко сохраняются на коже, пока оказываются протекторное воздействие, то есть защитное действие. Керамиды, которые входят в крем для ухода за телом на сухой кожи, они являются фактором, помечающим чувствительную кожу. Снабжать кожу структурными элементами, восстановить липидные барьерные и противодействие к сухости кожным покровам. Надо сказать, что керамиды очень широко используются в косметической практике как средство сцепления элементов кожи друг к другу, то есть клеток друг к другу, что повышает значительно прочность кожных покровов, при этом не уменьшается элотичность кожных покровов. Область применения керамидов – это восстановление липидного барьерного слоя кожи эпидемизы, особенно огрубевшей кожи, ну и обеспечение хорошо сбалансированного увлажнения кожи эпидемизма. Применяется в водных эмульсиях, космических средствах для ухода с сухой кожей, предназначенных для восстановления барьерных липидов у липид с сухой чувствительной аллергичной кожей, обеспечивая увлажнение кожных покровов, и поддерживает физиологическое слоеводействие кожных слоев через керамиды в липотропной активированной так называемой формы. Важный очень компонент, который в настоящее время все больше и больше используется, как протекторное средство на кожные покровы. Мы с вами и говорили, что в состав ламинал-системы, ЭДМС-систем, входит фосфетитил-холин, так называемый. Это глицеролепид, который получается из соевого белка, является структурным компонентом плеточных мембран, восстанавливает эпидермальный барьерный слой, способствует усилению процесса регенерации кожных покровов, улучшению барьерных свойств и уменьшению трансдермальной потери жидкости. Надо сказать, что этот компонент регулирует отделение кожного сала сейбиума и способствует эффективному смазанию сейбиум кожи, что, в общем-то, значительно повышает сопротивляемость кожных покровов. Он же способствует эффективному смягчению и повышению эластичности кожных покровов. Уменьшает чувствительность и реактивность кожи к различным глибогриатным факторам, особенно ультрафалетов в лучах, химические вещества, раздражающие глибогриатным факторам. Ну, и больше с признаками ксироза или сухости кожного покрова. Ну, а масло ШИ вам всем уже давно известно. Это масло, которое содержит незаменимые жирные кислоты класс АМИГ-3 и триглицериды, которые обладают противоотечным, противовоспалительным свойством, способствует процессам заживления при кожных заболеваниях, особенно козно-азермические заболеваниях, таких как экзема, нейродермит, псориаз и другие, является прекрасным смычающим фактором, способствующим защите и установлению кожных покровов. Один очень важный компонент космического средства – сквола. Это компонент секрета сами желез человеческой кожи. Надо сказать, что этот компонент с возрастом унижается в гидролипидной массе кожи человека. И поэтому, безусловно, это снижает барьерные функции кожи. Он обладает противомикробно-противогрибковым действием, что очень важно для профилактики и гриблерозной инфекции, и грибковой инфекции. Обладает уникальными равнозаживляющими свойствами, эффективным при экземах, псориазе, тропических язвах и ожогах. Челенный воск является натуральным эмульгатором космического средства, обладающим хорошими увлажняющими, смущающими и пленкообразующими свойствами. Продает кожу матовость и способствует сохранению влаги. Космический используется как структурный пленкообразующий компонент с антибактериальным визием. Поэтому данный компонент натуральный вместе с холаном повышает барьерные функции кожных покровов. Показания к применению данного средства это уход за сухой чувствительной кожей прежде всего, уход за увядающей кожей, уход за кожей поврежденной и аллергичной, особенно у людей страдающих диатезами, дерматитами, то есть воспалением кожи вокруг, псориазом, экземами и так далее. Очень важен применение этого крема за уход за кожей лежачей в ваге, особенно для прикладки пролежь. Уход за кожей детей, потому что у детей очень нежная и чувствительная кожа, которая быстро подвергается негативным факторам вагистия, поэтому это протекторное действие у детей с очень чувствительной и тонкой кожей. Уход за кожей после купания душа, особенно в пастой воде. Ну и уход за кожей при диабете и гипотирмозе. Надо сказать, что при этих заболеваниях выражена высокость кожных покровов, сниженное содержание влаги кожных покровов, повышенный гиперкератоз, это снижает барьерную функцию кожи, повышает риски вытекрения нейрозных инфекций, поэтому у людей с такими заболеваниями прибыться дополнительно уход. В данном случае сисмическое средство на основе мочерины и дерминобранной системы позволяет таким людям защищать кожные покровы от уникновения греховой и вирусной бактериальной инфекции. Средство наносит на чистое тело, после гигиенического душа, слегка вмассируется, клюшный сухой и раздраженной кожей применяется несколько раз в день. Тюбы крема содержат 100 мл данного косметического средства. Прекрасное средство для ухода людей с возрастом и людей с кожноалерогическими проявлениями. Следующее средство – это молочко для тела с карбамидом для очень сухой кожи или суперсухой кожи. Очень богатая рецептура этого крема. Это, опять же, водная эмульсия на основе дерминобранной системы мочерины, триглитидов кокосового масла с применением масла макадамского ореха с ценных компонентами, с увлажняющими факторами, таким как натрия, с структурообразующими компонентами, такие как сквола, провитамин В5, гидрогенизированный фатсфетидилхолин, с добавлением активной формы витамили Е, токофелила ацетата, с маслом ШИ, гидрогенизированным маслом, в состав этого космического средства также входит один из влажняющих естественных факторов, как ирландский мох, и витаминные этиоксидаты, аскорбиоконфитар, токофелил, аминокислоты, аланин, пролин, серин, и другие компоненты. Надо сказать, что это так называемые жидкие или эмульсионные кремы, которые содержат активные компоненты карбонина макадабского ореха, спалафантенома, лецитина, папаина, пантенома, керамидов, аминокислоты, ну и безусловно, ничего и кислотного. Надо сказать, что термомембранная система молочками подобную кожу-ламинарную систему, и поэтому молочко особо неприятно двигается на кожу, интенсивно насыщая питательные вещества, минеральные вещества, на которые глубоко проникают в кожу вокруг, обладаясь хорошими обеспечающими и быстрыми увлажняющими свойствами. Натуральные масла обеспечивают оптимальный уход чуть линии сухой кожи, а бочелина обеспечивает эффективное увлажнение. Вместе с аминокислотами они обеспечивают восстановление гидробалансов кожи. Молоко эффективно устраняет сухость кожи, раздражение кожи, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, восполняет дефекты кожи, предотвращая явление гипертератоза или побочного аргенуалия. Рекомендуется для сильно пересушенных сулужащихся участков кожи, например, на локтях. Молочко впитывается быстро, без остатка, делает кожу мягкой, эластичной. Молочко впитывается в мочевине, который низкий молекулярный вес, далеко проникает в роговую стойку кожи, обладает высокими увлажняющими свойствами, служит праведником для активных компонентов космического средства, на кучи зажиропотопных веществ, но и помогает в этом коже абсорбировать водяные пары из окружающей среды, привлекать их в киотин, и за счет чего кожа приобретает такое здоровое розоватого оттенка. Гидронизированные окуглицерины, содержащие важные зажировые компоненты, особенно полимитиновые, алииновые, линолевые кислоты, это пленкообразующий компонент, который подлангирует сохранное действие данного способствует значительному смягчению кожного округа, эффективно его увлажняет, ну и устойчиво к окислению. Это средство повышает или пролонгирует действие космического средства, поэтому наносится как правило два раза в день это космическое средство. Керамиды еще один фактор, который обеспечивает повышение эффективности барьер и функцию кожи, является структурным элементом кожи, восторг эффективный барьер, противодействие структурным кожу. подолка цементирует кожные элементы. применяется в основном для ухода сухой обрубевшей кожи, с низким проживанием влаги. Надо сказать, что это средство применяется в эмилиционных системах, предназначенных для людей с супер сухой кожей, для эффективного увлажнения кожи. фосфатидилхолин, который входит в это же космическое средство, является структурным лентом клеточных мембран, что повышает барьерные функции, может препятствовать гибели клеток, ну и обеспечить нормальные функционирование эпидермального барьера, способствует улучшению процессов регенерации кожных покровов, уменьшает трансдермальную падение жидкости, ну и уменьшает чувствительность кожи, реакции на различные неблагоприятные факторы окружающей среды. Ну а масло ШИМа уже с Вами говорили, это противовоспалительное, противотечное, регулирующее масло, которое питает кожный покров и эффективно защищает их. Сквола, который повышает эффективность и пролонгирует время воздействия этого космического средства на кожные покровы, обладает антибактериальным действием и довольно эффективен при кожно-аллергических заболеваниях. мы уже говорили об этом, с режимом псориаза, нейротерниты, логический яд, брожен и т.д. Ну а пчелиный воск, являясь натуральным коммуникатором в данном космическом средстве, способствует более эффективному увлажнению, смягчению кожи и пролонгации воздействия кожи покровы, космическому средству на кожную покрову, способствует хранить влаги и обладает к тому же антибактериальным действием. Масло ШИ, содержащие амикатерии, жирные кислоты, улучшает обменный процесс амикатерии, обладает заживляющими свойствами, препятствует растяжек на коже, эффективно смягчает кожу, усиливает в процессе регенерации, это влияет на образование коллагенов в коже. Используется в создании элитных косметических средств, которые способствуют более быстрому заживлению дефектов кожи, особенно солнечных ожогов. Ну и считают, что это масло на 75% уменьшает образование морщин. К тому же оно обладает противовоспалительным действием, защищает кожу от масло и масло используется как эффективное смягчающее средство. Еще один важный компонент это масло макадамского ореха. Надо сказать, что масло макадамского ореха, как и масло ши, содержит поленасыщенные жирные кислоты, гидроглицериды. Сейчас остекла с омега-3 жирных кислот. Особенность этого масла это то, что это масло не прогоркает в течение длительного времени, обеспечивая довольно длительную сохранность косметического средства. Содержит незаменимые жирные кислоты, способствующие восстановлению структуры гидролипидного слоя кожи. Устраняется линия фотодраматизма, шелушения, раздражения, восстанавливает упругость кожных покров и эластичность. Лекарственное средство дополнительное для повышения болезненных функций кожи. Задяется мощным антиоксидантом. Регулярное применение этого масла способствует омоложению кожных покровов и препятствует образованию морщин. Масло гипоаллергенное. Надо сказать, что оно благотворно воздействует на чувствительную раздраживную кожу. И подходит к стрессам по уходу за кожей беременных женщин, кормящих женщин. Продислоняет кожу от привлений растяжек. И оказывает неприятное воздействие на кожу вокруг. И здесь препятствует местонавиде получивых ожог. показания у эмульсии биводера приметены такие же, как и у крема биводера. Хотя здесь важно отметить, что эффект наступления увлажнения кожных покровов, эмульсии он более быстрый. Хотя он довольно продолжительный при этом. Показан для ухода за очень чувствительной и сухой кожей, шелушащихся, страдающих гиперкератозами, особенно на лапях, коленях. У людей страдающих заболеваниями, как эфтиоз, в различной степени выраженности. Эмульсия показана для ухода за проблемой кожей, у людей страдающих экземами, псориазмами, нейрогермитами, у людей лежачих, требующих дополнительного интенсивного ухода за кожей покровов, для профилактики прорежья. Также это средство может с эффективностью использоваться в уходу за кожей маленьких детей и предупреждением оприлости. Очень хорошее эффективное средство по уходу за кожей после купания в морской воде и кожей, которая подвергается водействию ультрофиолетового облучения. Ну и в конце концов это средство показано больным, страдающим сахарным диаметом и гипотерозом, у которых одним из симптомов заболевания является повышенный стопус кожи по кругу, влияние гиперкератоза и снижение барьерных функций кожных покровов. Используется эта эмульсия ежедневно. Он необходим становится на кожу всего тела, особенно после пересушивания в большинстве участки, массируется круговыми движениями, содержит гипотерогенную отдушу. Очень эффективное средство к уходу за кожными покровами. Надо сказать, что эта эмульсия или жидкий крем очень подходит людям, страдающим кожно-аллергическим заболеваниям и людям в тонкой, чувствительной гипотерогенной аллергичной кожи. Ну и хитом, конечно, этой линии является петка для душа для ухода за кожей, за волосами, за телом с экстрактом магони. Надо сказать, что это удивительное средство, которое при уже недельном применении значительно изменяет структуру кожных покровок, повышает эластичность, выравнивает рельеф кожи здоровые внешне виды. Особенность этого продукта состоит в том, что оно предназначено для ухода за всем телом. Именно этой петкой можно мыть волосы, можно умывать лицо, можно применять в виде гигиенических уходов за кожей всего тела. Причем средство предназначено для ежедневного ухода кожи по крови. Допустим, если человек применяет гигиенический душ дважды в день, то безусловно эта пенка будет улучшать эффект воздействия особенно жесткой воды. В состав перки входят очень мягкие омоляющие компоненты, которые традиционно используются в детской косметике. Они не вызывают пересушивания, кожа не вымывает липидов, способствуют успокаивающим действиям кожной потолки. бетилл глюкозид, сольсосакцинат натрия, кокаэл глютамат натрия и так далее. Поэтому пенка является очень мягким, моющим, ухаживающим за кожей средством. Одновременно в состав этой пенки входит глицерин, пропорционную В5-пантенол, восстанавливающий структуру кожных покровов, алантаин, замечающий противоспалительную компанию, экстракт магонии, потуболисты, которые значительно повышают эффективность ухода за кожными покровами. Средство особенно мягко очищает кожу и волосы, оставляет на кожу чувство комфорта, препятствует возникновению зуда, особенно в жесткой воде, оказывает противовоспалительные действия при различных заболеваниях, особенно при эфтиозах, нейродермите, псориазе, эффективно увлажняет кожные покровы, обладает успокаивающим действием на кожу, алантаин и провитамин В5, ну и благоприятно действует на раздраженную и чувствительную кожу людей. В состав этого средства входит магония потуболистая. Надо сказать, что это растение, в котором используют экстракт корни магонии, содержит различные алкалоиды, особенно берперин и другие компоненты, органические кислоты аскорбиновые, кислоту дубильные вещества, обладающие противовоспалительным действием. Вообще, это растение широко используется для лечения желчнокаменной болезни, в отцикупорке, воспалении с желчным ходом, при воспалении печени. Для нас очень важно применение этого средства при проблемах кожи, особенно у лиц подвижных герпетической инфекции, лиц, страдающих экземами, кожными сыпьями, как противовирусные эти векториальные средства, препятствующие вирусным поражениям кожи. Поэтому использование его, значит, повышает барьерные функции кожи. Пантенол, провиданин Д5, важный очень компонент, обеспечивающий регенерацию кожных факров, способствует заживлению мелких дефектов кожи, оказывает противовоспалительное действие, ну и особо эффективно это средство при коррекции лучевых ожогов. В данном случае применение прокосмического средства значительно повышает сопротивляемость кожных факров к воздействию ультрафиолетовых лучей, как спектра А, так и спектра В. В состав пенки включен такой компонент, как алантаин, продукт окисления мочевой кислоты. Мы уже с вами о мочевении знаем, что он обладает улажняющими свойствами. Так вот, алантаин, поим всего прочим, обладает способностью подавлять рост бактериальной микрофлоры на коже, обладает хорошими отшелушивающими свойствами, смещает роговую свойствую, способствует удалению от меньших клеток, что, значит, повышает очищающие свойства косметического средства, оказывает выраженное регенерирующее, стимулирующее действие на кожных факровах, но эффективно предупреждает закупорку кожных пор. Регулярное применение пенки и водер не только, значит, улучшает качество кожных факров, не только повышает барьерные функции кожных факров, но и, значит, облегчает обмен между внутренностью, организм человека и окружающих людей, то есть облегчает выделительную функцию кожных покровов. Показания к применению – это чувствительная и аллергичная кожа, уход за экзематизированной кожей, кожа, пораженная псориазом, диатезом, дерматитами, у лиц с наследственным заболеванием, альтиозом в различной степени тяжести, уход за увядающей кожей, уход за кожей лежачих больных, уход за кожей детей, да и вообще уход за кожей для профилактики, прежевременного состояния кожи, для защиты кожных покровов, одни полеврятных факторов окружающей среды, ультракалетового воздействия или иссушающего знойного воздуха. Применяют это средство в небольшом количестве. Достаточно выдавить из этого флакона пенку количеством асабрикоз и распределить его по всему телу, предварительно увлажняя ее теплой водой. У нас, конечно, это средство в небольшом количестве очень эффективно распределяется по всем кожным покровам, равномерно распределяется и обеспечивает очень хороший помощный эффект. Эффективность этого космического средства настолько велика, что, допустим, одного флакона пенку и лаком, достаточно, настолько помыло, настолько экономично это средство. помимо эффективности, это еще средство, которым будут удовлетворены многие потребители, не только в плане его лечебно-профлакического действия, а в плане того, что оно довольно экономно используется. Надо сказать, что в отличие от других моющих средств, это средство не содержит традиционно применяемое в моющих средствах лориостульфат натрия. Ну и содержит гипоэлергенную отдушку. Надо сказать, что вообще эта линия объединена одним ароматом, то есть применение пенки Вивадер с последующим применением той же эмульсионной системы, а если нужно и крема Вивадер, значит, что повышает качество ухода за кожей и покровом. Линия Вивадер это линия, которая является инновационной линией. И прежде всего, она, безусловно, определяется включением в состав этой космической линии дермомибралной системы, которая позволяет эффективно и качественно ухаживать за кожей и покровом, профилактировать, стукает кожу и покровом, профилактировать многие грибковые и вирусные заболевания, эффективно ухаживать за кожей и покровом, защищая кожу и покровом от различных гипотектов окружающих средств. Регулярное применение восторженной структуры, кожа продает кожу, естественный внешний вид, повышает эластичность и увлажнение кожи по покрову. Ну и самое главное, конечно, предназначение этой линии, это безусловное повышение барьерных функций кожи. Вот на этом можно и закончить сегодняшнюю лекцию. Следующая лекция у нас состоится 28 числа, будет она посвящена применению экстракта «Кошечек грейпфрута». Поэтому приглашаю всех 28 числа на вебинар с 18-19 часов в следующий понедельник. Ну и хотелось бы напомнить вам, что кто зарегистрирован в системе Фейсбука, то там мною вывешено расписание вебинаров «Ливасан» на 200-2014 год. На этом все. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Желаю всем здоровья и успехов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok